Здравствуйте! В эфире CBC Новости. Судья Медина Гурбанова, вначале коротко о главных событиях к этому часу. Прошло 4 года со дня очередного ракетного обстрела Армении и населенных пунктов Азербайджана в период Отечественной войны. 5 октября 2020 года армянские военные, нарушив формы и принципы международного права, нанесли удары по государственным густонаселенным пунктам в результате взрывов ракетных снарядов в Борде. Погибли 2 человека, еще 6 получили ранения. В Бразилии обсудили ключевые приоритеты. Председательство Баку на КОП-29, министр энергетики Первис Шахбазов на встрече министров G20 по энергетическому переходу в Бразилии отметил ключевые приоритеты председательства на КОП-29, включая усиление мер по регулированию углеродных рынков. Президент США заявил в Вашингтоне, что не исключает начало большой войны на Ближнем Востоке, несмотря на усилия по сдерживанию эскалации. Байден подчеркнул, что нельзя списывать со счетов наличия у Ирана прокси-сил в Иване и Йемене. Освобождение города Джабраил имело большое значение. Это первый освобожденный от оккупации город. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая накануне в Джабраиле. Ильхам Алиев также рассказал о восстановительных работах, которые проводятся на освобожденных территориях. Он добавил, что они по своему масштабу носят особый характер. В день города Джабраил 4 октября президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева вручили ключи от квартир жителям города, которые переселились в новые дома. Первый город освобожден от армянских оккупантов во время Второй Карабахской войны. Джабраиле празднует годовщину возвращения населенного пункта в родную гавань. Ровно четыре года назад азербайджанская армия выдрузила там национальный триколор, а дата 4 октября стала отмечаться как День города Джабраил. С праздником жителей поздравил президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Глава государства рассказал о значимости джабраильской операции. Конечно, освобождение города Джабраил положительно сказалось на последующем ходе войны. В то же время подняло моральный дух нашей армии, в целом нашего народа. Все мы верили, что эта война завершится нашей победой. И освобождение каждого населенного пункта, в том числе наших городов, еще больше укрепляло в нас эту веру. Спустя несколько дней после Джабраила была проведена успешная Гадрутская операция. Эта операция тоже была проведена с очень большим профессионализмом. У противника там были мощные укрепления, причем на всех высотах располагались они. В том числе и в Джабраиле. Для того, чтобы освободить город, нашим героическим сыновьям пришлось прорвать несколько линий обороны. И они смогли это сделать. После освобождения Джабраила победное шествие азербайджанской армии еще более ускорилось. След за Гадрутской операцией отважные сыны родины изгнали армянских оккупантов из города Физули. А затем последовали успехи в Зангеландском, Губадлинском, Шушинском направлениях. В целом, на поле боя было освобождено более 300 городов и сел. Таким образом, страна-агрессор Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции. Сегодня весь азербайджанский народ живет с чувством благодарности к нашим героическим сыновьям, воспитанному в духе патриотизма молодому поколению, которые смогли вернуть нашему народу, государству, утраченные в свое время земли. Сразу же были даны все соответствующие поручения, связанные с развитием Джабраила. Прежде всего, необходимо было провести работы по разминированию, потому что минирование, особенно районов, расположенных близко к бывшей линии соприкосновения, было более масштабным. В городе успешно и быстрыми темпами реализуются инфраструктурные проекты. Достроен первый жилой комплекс Джабраила. Часть квартир уже сдана в пользование, остальные планируют создать в ближайшие месяцы. А на следующей неделе свои двери для учащихся откроет первая школа города. Президент Азербайджана подчеркнул, что нигде до сегодняшнего дня ни одна страна, пострадавшая от оккупации и войн, не проводила восстановительные работы такими темпами и с таким качеством. «Ненавистный враг на протяжении 30 лет только разрушал эти территории. Эта наша встреча также проходит среди этих руин. Приехав в первый раз в Джабраил после нашей исторической победы, я пришёл в ужас. Мы знали, что армяне продемонстрировали своё варварство на наших землях повсюду. Знали, что большая часть наших территорий находится в руинах. Но подобное зверство, бесчеловечное действие, невозможно было себе представить. В Джабраиле осталось, можно сказать, всего два здания. И там располагались армянские военнослужащие. Остальная часть города находится вот в таком состоянии. И пусть некоторые западные государства, которые не хотят этого видеть, поддерживают Армению и сегодня, оправдывают их оккупационную политику, широко раскроют глаза и посмотрят. Они видят, но делают вид, что не видят». Президент Азербайджан Ильхамали выразил возмущение тем, что за 30 лет армянской оккупации против страны-агрессора Армении не было введено ни одной санкции. «Официальный представитель какого-либо западного государства хоть раз сделал им замечание? Нет. Они даже игнорировали резолюции Совета Безопасности ООН, организации номер один в мире. Хотя резолюции Совета Безопасности обязательно должны исполняться. В 1993 году были приняты четыре резолюции. Кто-нибудь до 2020 года сказал им хоть слово? «Вы оккупировали эти земли. Вам надо выйти отсюда». «Нет». Чем занималась минская группа? Только тем, что прикрывала эти дела, оправдывала в определенной степени армянскую оккупацию и подталкивала Азербайджан к унизительному миру. Деятельность минской группы заключалась в этом. Когда мы возвышали свой справедливый голос на всех международных платформах, нам говорили, что ваши слова слишком резки. «Эта резкая риторика не приближает мир, а отдаляет его. Вы должны найти общий язык с Арменией, помириться с ней. Вы проиграли войну, смиритесь с этим». Всё это мы слышали и в официальных выступлениях, и в ходе контактов за закрытыми дверями. Наша же позиция была однозначной, решительной и неизменимой. Ни одна пять земли не может оставаться под оккупацией». Эль-Хамалеев отметил, что западные государства прибегали ко всем неприглядным действиям, чтобы заставить Азербайджан смириться с оккупацией своих земель. Среди стран, покровительствующих Армении, президент назвал Францию. Пятая республика делала всё возможное, чтобы увековечить оккупацию азербайджанских территорий. «Обеспечение современной и достойной жизни для бывших вынужденных переселенцев, проведение строительных и восстановительных работ на высоком уровне – вот основные цели Азербайджана в вопросе возрождения Карабаха и восточного Зангизура. В эпицентре этих преобразований также находятся Джабраильские и Зангиланские районы. Съёмочная группа CBC находится сейчас в Джабраильском районе. Моя коллега Пяри Дюнямалиева выходит с нами на прямую связь. Пяри, здравствуй. Расскажи, как идут строительные работы в Джабраиле. Приветствую тебя, Медина, также наших телезрителей из города Джабраил. Для расселения бывших вынужденных переселенцев, истинных хозяев на освобожденных территориях Азербайджана восстановительные работы в Карабахе и восточном Зангизуре ведутся ускоренными темпами. Здесь, в Джабраиле, также успешно реализуются инфраструктурные проекты, строятся дороги, закладываются фундаменты, сёл. К слову, мы побывали в селе Хоровлу и ознакомились здесь со строительством частных домов и социальных объектов. Было отмечено, что общая проектируемая площадь составляет 248 гектаров. Предусмотрено, что в перспективе в этом селе будут проживать 3470 человек, это более 800 семей. Также здесь продолжается строительство здания школы, детского сада и объектов общепита. А я отмечу, что фундамент села Хоровлу был заложен президентом Азербайджана Ильхам Алиева 4 мая 2023 года. Сейчас же мы находимся на территории среднеобщебразовательной школы города Джабраил имени Мехти Мехтизадая, академика, заслуженного деятеля науки. Учреждение рассчитано на 960 ученических мест. Было отмечено, что в школе, территория которой составляет 2,7 гектара, имеются 40 классных комнат и 5 административных кабинетов. И, конечно же, главное, что уже со следующей недели дети пойдут в школу. Так, в интервью телеканала СБС нам подробно рассказали в целом о проведенных здесь, в Джабраильском районе, строительных работах. Давайте послушаем. Как известно, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 3 октября посетили село Хуровлу и ознакомились на месте с проделанными работами. Село Хуровлу расположено примерно в 9 километрах от центра города Джабраил. В селе очень интересный ландшафт, расположенный в предгорье. Тут есть все условия для организации зелёного жилого района, над чем мы и работаем. Хочу отметить, что строительство всех объектов здесь активно продолжается. Территория села составляет 248 гектаров. В село Хуровлу ожидается переселение 3470 человек. На первом этапе ожидается возвращение 1392 человек. В первую очередь хочу отметить, что первые шаги по реализации программы «Великого возвращения» начались с Зангеланского района, села Агалы. В сентябре 2022 года в селе Агалы впервые начались занятия в средней школе и детском саду. В 2023 году уже в городе Лачин заработала первая в Лачинском районе средняя школа номер два. В том же году и в селе Забух были сданы в эксплуатацию средняя школа и детский сад. В этом году, как известно, в селе Сус Лачинского района также заработали средняя школа и детский сад. Отрадно то, что на освобожденных от оккупации территориях к образовательным учреждениям присоединился новый объект. Как известно, президент Ильхам Альев и первая леди Мехребан Альева приняли участие в открытии здания полной средней школы имени Мехти-Мехтизаде на 960 ученических мест в городе Джабраил. В школе, территория которой составляет 2,7 гектара, имеется 40 классных комнат и 5 административных кабинетов. Ну, от себя добавлю, что, безусловно, все эти строительные и восстановительные работы здесь, в Карабахе и в Восточном Зангизуре, демонстрируют как мощь азербайджанского государства, так и то, что Азербайджан в целом делает все возможное для обеспечения на должном уровне условий жизни бывших вынужденных переселенцев, истинных хозяев азербайджанских земель. Медина, тебе слово. Большое спасибо. Я отмечу, на прямой связи с нашей студией была моя коллега Пиаридюня Малиева. Продолжаем. Восстановление освобожденных территорий и отношения к постконфликтному периоду стран Запада обсудим с Ильясом Гусейновым. Политологом он подключается к нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Так как подчеркнул в ходе своего выступления накануне, в день города Джабраил, президент Азербайджана Ильха Малиев, антиазербайджанские высказывания со стороны стран Запада, они связаны с тем, что эти страны не могут переварить тот факт, что Азербайджан самостоятельно восстановил справедливость и сейчас беспрецедентными темпами восстанавливает свои освобожденные земли. Вот почему Запад никак не может смириться с нынешними реалиями и продолжает выдвигать такие вот антиазербайджанские заявления? Спасибо большое за вопрос. Действительно, когда территории Азербайджана были под оккупацией, то конкретных каких-либо шагов для освобождения этих территорий мы не увидели и не были возвращены азербайджанские территории, не были имплементированы четыре резолюции Совета безопасности ООН и других международных авторитетных организаций, резолюции, решения. Но в 2020 году в ходе 44-дневной войны Азербайджан восстановил справедливость, международное право и освободил эти территории. Вот несмотря на то, что от этих событий прошло 4 года, никак западные круги не успокоятся. И вот сейчас мы видим какие-то коварные планы по отношению нашего региона. И господин президент Памалиев очень четко дал месседжер о том, что надо оставить этот регион. И вооружая Армению, поднимается напряженность в этом регионе. И мы знаем, какие вооружения, какая военно-техническая поддержка представляется Арменией. И, конечно, это превращается уже в гонку вооружения. И Азербайджан должен обеспечивать безопасность в этом регионе, укреплять границы, укрепить статус-кво. И вот, как вы правильно упомянули, регион Карабаха и восточного Зангизура возвращается жизнь. Ведутся широкомасштабные строительные работы, открываются инфраструктурные, социальные объекты, жилые комплексы. И бывшие наши вынужденные переселенцы уже возвращаются в свои дома, родные очаги. Но поднятие напряженности вооружения Армении не служит миру, безопасности. Наоборот, поднимает риски эскалации. Поэтому вот этот посыл не только был направлен военно-политическому руководству Армении, но и западным кругам, в частности Франции и другим странам. И вот был очень красивый экскурс на современную нашу историю, когда Азербайджан обрел свою независимость. Всем странам постсоветского мира Америка предоставляла помощь. То есть такая помощь была учреждена всем странам, которые влияли свою независимость. Но в 1992 году была санкция против Азербайджана. 907-я поправка, всем знакомая. Но потом, когда Азербайджан объявил о том, что мы переходим на антитеррористический блок, и мы не признаем террор в этом мире, и Азербайджан тоже подвергался терроризму, и терроризм должен быть исключен, то тогда вот эта 97-я поправка была отменена в связи с операциями в Афганистане. Но потом, интересным способом, когда Азербайджан обрел территориальный целостный суверенитет, опять вот эта поправка была по отношению к нам. Мы, конечно, не понимаем это отношение, потому что Азербайджан, видимо, тех геополитических центров, которые не хотели разрешения этого конфликта, все интересы стер. И в то время был единственный тезис по отношению к регулированию этого конфликта, и они говорили о том, что военного решения этого конфликта нет. И поэтому сейчас Азербайджан смотрит в будущее, Азербайджан намерен подписать мирный договор с Арменией, и Азербайджан – инициатор мирного трека. Мы предложили пять пунктов для полномасштабного урегулирования и подписания мирного договора, и для устойчивого мира в этом регионе. Но, к сожалению, вместо того, чтобы заняться для подписания мирного договора, выполнять справедливые, которые основываются на международном праве, наши требования, изменения в конституцию, распуск минской группы ОВСЕ, но мы видим, что Армения вооружается и, в частности, настораживает то, что вот эти вооружения наступательного, летального характера. И весь этот процесс начался после 5 апреля, несмотря на то, что было декларировано о том, что эта встреча носит сугубо финансовый, экономический характер, но по истечению времени мы видим, что вот были обсуждены и вопросы военно-технической помощи и гарантии безопасности Армении. В то время, когда Армения в день, почти в 10 раз во время войны звонила в Москву, и сейчас мы видим, что также Армении умоляют своих западных покровителей о том, что надо им помочь. Но результата не будет, пока Армения не станет самостоятельной, независимой, суверенной страной и должна смотреть на будущее своей страны и не предъявлять какие-либо территориальные претензии своим соседам, в частности, Грузии, Турции, Азербайджана. Изменение законодательной своей базы, изменение Конституции, то мира в этом регионе не будет, потому что Армения до сих пор не изменяет свою Конституцию, законодательную базу и вооружается. И, конечно, международное армянство тоже поднимает это напряжение. И проармянские конгрессмены, которые направили обращение в предвыборный период, когда будут очень важные выборы для США, президентские. Мы видим, что здесь тоже идет игра для поднятия напряженности в этом регионе и для рейтинга, для того, чтобы поднять политические очки, дивиденд для этих важных выборов. И в связи с этим господин президент тоже сделал свое замечание, свои комментарии сказал. И я думаю, что все эти манипуляции против нашей страны в преддверии очень большой, грандиозной мероприятий КОП-29 в СМИ или в разных политических кругах тоже будут безуспешными. Азербайджан успешно приведет эту конференцию в связи с изменением климата. И эта конференция только поднимет наш авторитет именно в международной арене. Большое вам спасибо, что подключались к нам. Несомненно, на прямой связи со студией был политолог Илья Сгусейнов. Мы продолжаем. 5 октября 2020 года. Девятый день 44-дневной Отечественной войны. В этот день азербайджанская армия освободила села Джебраильского района и несколько стратегических высот на различных направлениях. В то время, пока азербайджанская армия продолжала возвращать свои земли, армянская сторона, поняв, что не сможет противостоять Азербайджану на поле боя, продолжила обстреливать города с мирным населением вне зоны боевых действий. 5 октября 2020 года вооруженные силы Азербайджана освободили села Шехалы-Агалы, Сараджалы, Мазрат Джебраильского района и несколько стратегических высот на различных направлениях. Об этом написал президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей официальной странице в соцсети ИКС. Успехи азербайджанской армии в этот день не ограничились освобождением сел. В результате ударов в Агдаринском направлении были уничтожены две реактивные системы залпового огня «Град» 62-го артиллерийского полка, две реактивные системы залпового огня «Град» 41-го артиллерийского полка, три танка 63-го танкового батальона вооруженных сил Армении. Министерство обороны распространило фотоснимки брошенных армянской армией в боях и уничтоженных подразделениями азербайджанской армии вражеского оружия и техники. В этот же день президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу ТРТ «Хабер», где поделился успехами Азербайджана на фронте и общению с боевыми командирами. «Что касается моих звонков командирам, то, естественно, они восстанавливают историческую справедливость. Они рискуют своей жизнью. Они – герои. Они спасают, освобождают, возвращают наши земли. Освобождение Мадагиза от оккупации имеет очень большое стратегическое значение. Поселок не очень большой, но его стратегическое значение велико. Взять его очень сложно. Это скажет любой военнослужащий. Невероятно сложно. Но взяли. Сегодня в Мадагизе поднят флаг Азербайджана. В тот же день поселку вернули его историческое название – Суговушан. Это наше историческое название». Ввиду освобождения множества земель и осознания армянскими военнослужащими своей беспомощности на фронте, они продолжили обстреливать азербайджанские города вне зоны боевых действий. Так, 5 октября 2020 года армянские вооруженные силы обстреляли город Барда. В результате ракетного удара по центральным улицам и центральной больнице Барды погибли два человека. Ранения получили шесть человек. Был нанесен огромный ущерб гражданским инфраструктурным объектам. В этот же день обстрелом подвергся город Бейлаган, а также Гёранбойский, Гёргёльский и Тартерские районы. По состоянию на 5 октября из числа мирного населения Азербайджана погибли 24 человека. 121 получил ранения. К окончанию войны это число возрастёт, в очередной раз демонстрируя всему миру армянское варварство. В интервью ТРТ Хабер президент Эль-Хамалиев также рассказал о военных преступлениях Армении. Армения – террористическая страна. То есть эти действия в корне противоречат Женевской конвенции. Обстрел гражданского населения, городов неприемлем. Город Гянджа не является боевой зоной. В Гянджа нет никаких пушек, танков. Почему наносите удары по ней? Из-за ненависти. Ненависть к Азербайджану, Турции у них в крови. К сожалению, молодое поколение Армении также воспитывается в этой ненависти. Но это не может заставить нас вернуть со своего пути. Знаете, город Тартер, можно сказать, разрушили. Наши граждане в Тартере стоят смело и мужественно. Они сказали – умрём, но не покинем свои земли. Сколько снарядов упало? Был день, когда только на Тартер упало 2000 снарядов. А это ведь небольшой город. 2 тысячи снарядов у них в Тартере стоят. Это не только один город. Большой город. 5 октября 2020 года также распространилась информация о том, что прапорщик Тахир Мессерханов, уничтоживший в апрельских боях 2016 года шесть танков и награждённый орденом «Азербайджанское знамя», продолжал уничтожать технику противника. В Минобороны Азербайджана сообщили, что Мессерханов, который героически сражался с 27 сентября, проявил мужество и уничтожил к тому дню ещё 11 единиц бронетехники. Отважный боец, внёсший вклад в победу азербайджанской армии, заявил в тот день, что испытывает чувство гордости и будет сражаться до восстановления территориальной целостности Азербайджана. Борда – один из городов, наиболее сильно пострадавших от ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны Армении в период 44-дневной Отечественной войны. Четыре года назад она впервые подверглась ракетным ударам со стороны Вооружённых сил Армении. В эту памятную дату наша съёмочная группа находится в городе Борда на прямой связи со студией. Моя коллега Сарвинас Гаджаалиева. Сарвинас, здравствуй. Как вспоминают эту дату в Борде? Здравствуйте в студии. Сейчас мы находимся в городе Борда, вблизи центральной городской больницы. Именно здесь, 5 октября 2020 года, в результате обстрела Вооружённых сил Армении погибли два, получили ранения шесть человек. Я хочу отметить, что данный обстрел являлся не первой и не последней провокацией Армении в ходе Второй Карабахской войны. Город Борда и его сёла подвергались обстрелом и ракетным тяжёлым артиллерийским обстрелом 5, 8, 27, 28 октября и 7 ноября. Я хочу подчеркнуть, что ракетные удары по Борде наносились в том числе кассетными бомбами, применение которых запрещено международным правом. Всего в результате терактов в Бординском районе погибли 28 человек, были ранены 108 жителей. Я также хочу отметить, что Борда, как и Гянджа, располагалась в значительном отдалении от зоны боевых действий. То есть в ходе войны армянская сторона, терпя поражение на поле боя, умышленно выбирала в качестве мишени мирное население Азербайджанской республики. Армяне пытались запугать население, вызвать панику, однако им это, конечно же, не удалось. Враг целенаправленно взял на прицел места плотного скопления мирных жителей. Особо хочу отметить, что 5 октября вооруженные силы Армении обстреляли не только город Борда, но и город Мингичевир, расположенный более чем в 100 километрах от линии фронта. В результате этого обстрела 5 человек получили ранения. В целом подверглись обстрелу из баллистических ракет и другой тяжелой артиллерии не только в Гянджа, Борда или Мингичевир, но и Ювлах, Бейляган, Ахдам, Ахджабиди, Тертер, Габала, Геранбой и другие крупные города Азербайджана. В целом в результате этой военной агрессии было убито 93 мирных жителя, 454 граждан получили ранения. Было повреждено более 12 тысяч жилых и нежилых участков. У меня пока что на этом все. Студия вам слово. Большое спасибо. На прямой связи с нашей студией была моя коллега Сарвинас Гаджалиева. Мы продолжаем. Министр энергетики Азербайджана Первис Шахбазов на встрече министров G20 по энергетическому переходу в Бразилию отметил тесное сотрудничество между Азербайджаном и Бразилией в рамках нового этапа выполнения национально определяемого вклада. Он подчеркнул значимость мероприятий и инициатив G20, а также лидерство стран этой группы в повышении амбиций и реализации результатов, связанных с климатом. Особенно на предстоящей конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Обсуждались ключевые приоритеты председательства на КОП-29, включая разработку новой коллективной цели для удовлетворения растущих финансовых потребностей развивающихся стран в борьбе с изменением климата, а также усиление мер по регулированию углеродных рынков. Министр подчеркнул, что такие инициативы, как зеленые энергетические зоны и коридоры, глобальные энергетические хранилища и сети, а также водородная декларация, ускорят глобальный энергетический переход. Также он отметил приверженность Азербайджана принципам инклюзивности и готовность сотрудничать с партнерами для достижения успешных результатов на КОП-29. К другим темам израильские власти на данный момент не приняли решение, по каким целям в Иране будет нанесен ответный удар. Об этом в ходе общения с журналистами заявил президент США Джо Байден. Глава Белого дома отметил, что на месте Израиля он бы подумал об альтернативах нанесения ударов по иранским нефтяным месторождениям. Президент США Джо Байден накануне в беседе с журналистами заявил, что на месте Израиля не стал бы отвечать на ракетную атаку Ирана ударами по нефтяным объектам. Он подчеркнул, что израильское государство имеет право отвечать на угрозы в свою сторону. Президент Соединенных Штатов также посоветовал израильским властям соблюдать осторожность, чтобы избежать жертв среди мирного населения. По его словам, американо-израильские команды по национальной безопасности поддерживают связь по 12 часов в сутки, пока разрабатываются разные сценарии ответных действий. Израиль еще не решил, что будет делать в ответ на действия Ирана. Это находится на стадии обсуждения. Если бы я был на их месте, я бы подумал о других альтернативах, кроме атаки на нефтяные месторождения. Ни одна американская администрация не помогла Израилю больше, чем моя. И я думаю, что Нитаньяху должен помнить об этом. Между тем, кандидат на пост президента США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в Северной Каролине раскритиковал позицию Байдена. Он не согласился с президентом США, который счел нецелесообразным бить по иранским ядерным объектам. По словам Трампа, Израилю следует нанести удар по атомным целям на территории Ирана в ответ на атаку. Он добавил, что США нужно быть готовыми к подобному развитию событий. Я думаю, что заявления Байдена самые безумные из тех, что я слышал. Самый большой риск, с которым мы сталкиваемся сейчас, это ядерная угроза. Когда его спрашивали об этом, ответ должен был быть следующим. Сначала бить по ядерным объектам и беспокоиться обо всем остальном после. Если Израиль не атакует соответствующей цели, то у Ирана появится ядерное оружие, после которого у всех будут проблемы. 1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции, исламского государства подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа еврейского государства на атаку. Израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Тегеран совершил большую ошибку, атаковав Израиль и заплатит за это. Эльнур Гаджиев, CBC. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с телеканалом CBC и слушайте нас на CBC-FM. Всего вам доброго и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин